29 ноября в кабинете главы городского округа город Буй прошло награждение почетных спортсменов и призеров соревнований. Глава города вручил благодарственное письмо и премию Алексею Лизунову. Благодарственные письма также вручили Любови Лизуновой, Диане Лизуновой, Ивану Сырцеву, Анастасии Скворцовой, Сергею Хазову, Ирине Никулиной, Александре Соколовой, Алле Громовой, Андрею Касаткину, Любове Перковой и Татьяне Смирновой. Я с вашего позволения масочку сниму. Мы собрали вас сегодня здесь, в администрации города, в кабинете главы городского округа. Город будет для того, чтобы поблагодарить за ваше участие в спортивных мероприятиях, в спортивных играх на призыве губернатора области, где город будет традиционно занимает у нас второе место. Ну вот это очень приятно. Спортивные игры проходят всегда на высоком уровне. И всегда подготовка команды также на высоком уровне. Причем хочу поблагодарить организаторов и тренеров. Сказать вам искренние слова благодарности за то, что вы всегда отстаиваете честь нашего города. Консультант отдела по спорту Александра Соколова рассказала о том, как проходили соревнования и отметила лучших спортсменов. Ежегодно у нас проходят летние и зимние игры Костомской области. В этом году они состоялись у нас в августе в городе Галич. Наша команда была немножко изменена в связи с допуском участников. В этом году впервые все участники должны были быть непосредственно провакцинированы. Поэтому состав значительно изменился. Так же, как и у других муниципалитетов. Несмотря на эти изменения, команда стала серебряным призером. И сегодня мы награждаем нашу команду. Также мы сегодня награждаем призеров и победителей в Порт-Океанде, которая тоже состоялась в августе. Также в Галиче, но чуть позднее. Там у нас только личные места. В состав команды у инвалидов было 4 участника, у спортсменов также было 18 спортсменов. Это сюда вошли пляжный волейбол, семейная команда. У нас была команда с девочкой Лизуновой. Мы тоже впервые у нас участвовали в играх. Плавание. Как личное, так и эстафетное плавание. Легкая атлетика по традиции. 4 участника закрывали. 6 видов. Это личное первенство и эстафета. Настольный теннис, парные и личные турниры. Палеотлон летний. Это мужчины и женщины закрывали. И биатлон кроссовый. Артем Лебедев у нас занял там первое место. Кого еще хотелось бы отметить? Наверное, надо отметить всю команду, потому что в таких жестких условиях некоторые не отказались поучаствовать. Даже и ветераны нашего спорта, такие как Сергей Иванович Хазов, Ирина Валентиновна Никулина, Скворцова Анастасия Валерьевна. Это учителя нашей физкультуры, наших школ. Что как бы не отказались, поучаствовали, не побоялись вернуться к своим видам, которые даже у некоторых непрофильные. Всем большое спасибо. Инвалид. Огромная, хочется сказать, выразить благодарность обществу слепых. Что они откликнулись и почти весь состав нашей команды были именно из общества слепых. Представьте, пожалуйста, семья Лизуновых. Меня зовут Люба, муж Алексея и дочка Дианы. Это первое ваше участие в спартаке? Ну да, в такой, да. В областной, в смысле. Да. Какие эмоции? Как ты готовились специально? Ну, Диана у нас занимается лёгкой атлетикой. Я сама по себе тоже бегаю. А папу у нас взяли так, как семью надо поддержать. Вот. Очень понравилось, да. Ну, мы любим это, это наше. И мы очень любим спорт. Поэтому готовы участвовать. Мы, да, больше бегаем, а отжиматься для нас было тяжело. Как обстановка, как условия, как вообще всё было организовано? Ну, организовано. Ну, по организации вообще там всё прекрасно. Стадионы всё сделано. И поле там хорошее, и покрытие беговое. Да. Каждая дисциплина была в разных местах. Очень было интересно. Как были у вас спортивники достойные? Сложно было? Соревноваться. Вот соперники из Костромы, очень сильная команда. И мама, и папа, и ребёнок у них. А так, да, можно соревноваться, можно бороться, можно выигрывать. Упала в дисциплинах, значит, у нас было троебурье, легкоатлетическое. Это бег 100 метровка, метание ядра, прыжок в длину. Сложно было? Да, было сложно. Потом был велотандем, тоже первый раз я попробовала это. Мы заняли 8 медалей. В Тартакиадах участвовали несколько раз. Ну, а так вообще я не спортсмен. Ещё где-то участвовали в каких-то соревнованиях? Ну, в Костроме мы по линии ВОЗ выступаем, каждый год ездим. Так, там успехи? Там тоже, да. Занимаем тоже какие-то места. Ну, может, третье, второе, вот так вот. То есть, это тоже успешно? Ну, да. Сейчас ведут, у нас спорт поднимает, поэтому... заставляет участвовать.